За победу во втором Всероссийском фестивале любительских театров кукол сражались коллективы из 12 регионов страны. Три года назад Сочинскому театру уже удалось блеснуть своими яркими идеями, куклами, режиссурой и художественной постановкой. «Маленькая ведьма» из нашего спектакля, который мы считаем в нашем театре кукол «Саквояж» своей чайкой. Это такой спектакль, который один из наших первых, самых-самых первых. И он до сих пор идёт уже много лет. И вот «Маленькая ведьма» – это та кукла, которая на прошлом фестивале три года назад, в Всероссийском фестивале театров кукол, принесла нам победу. На этот раз руководитель и актёр Народного самодеятельного театра «Саквояж» Роман Соколовский решил представить на суд жюри сложное аллегорическое произведение – повесть английского писателя Джона Толкина «Лист работы Нигля». Сочинского Нигля уже оценили по достоинству в прошлом году на Всероссийском фестивале Черноморские театральные встречи. И, как говорится, снаряд удачи вновь не пролетел мимо саквояжа. Сразу три высокие награды – диплом первой степени в направлении Народный самодеятельный коллектив театра «Куклы и актёра» – звание лучшего в режиссуре и художественного решения в спектакле. Вообще, я, честно говоря, с начала дни даже не понял, что как это, да? Мы? Опять? Я думаю, ничего себе, ух ты. Ну, там эмоции переполняли, просто я на самом деле не ожидал, потому что, ну, всегда мы не сильно довольны. А тут-то вообще, потому что есть такое понятие синдром фестивального спектакля. Всё время как-то всё нервно и, ну, не так, как должно быть. Что-то получается, что-то не получается. Каждую мелочь вот думаешь, эх, тут вот надо было лучше, а тут вот так получилось. Ну, ладно, дальше идём. Прибыв из Саратова, саквояж готовится к новому сезону. Начиная с 18 сентября в Доме культуры Центрального района будет проходить полюбившийся публике интерактивный спектакль «Маленькая ведьма». А в конце месяца кукольный театр представит премьеру для юных сочинцев. Воздушную историю зрителям расскажут перчаточные куклы. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.